Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается? Виктор Мараховский специально для РИА Новости. Из Эстонии приходят тревожные новости. Во-первых, опубликовано социологическое исследование о том, чего больше всего боятся жители Прибалтийской Республики. Топ страхов следующий. Экономический кризис 54%, иммигранты 51%, военный конфликт всего 35%. Это очень тревожная новость, потому что совершенно понятно, чего на самом деле положено бояться правильной восточноевропейской стране. Но есть и успехи в борьбе с российской пропагандой. Как сообщают СМИ, арендодатель информационного хаба «Спутник Эстония», злые люди говорят, что под давлением спецслужб все же расторг договор аренды и тем еще немного усложнило жизнь журналистам, именуемым в прессе, прокремлевскими пропагандистами. Правда, это еще не окончательная победа свободы слова. Во-первых, журналистов «Спутник Эстония» невозможно депортировать как русских пропагандистов. Из 35 сотрудников 33 являются эстонскими же гражданами. Во-вторых, предыдущие попытки не достигли успеха. В октябре «Свободная Республика» уже трубила была победу, когда эстонские филиалы международных банков, а их в Эстонии много, заблокировали сотрудникам перевод зарплаты по совершенно легальным трудовым договорам. Но «Спутник Эстония» продолжил работу. На сей раз есть опасения, что тоже не получится. Главный редактор «Мия Россия» сегодня Маргарита Симоньян издевается, говорит, что сотрудники поработают из дома и интересуются, не попробовать ли ДУЗ там. Что тут интересно? Сам факт, что при неослабевающей битве с пророссийской пропагандой и периодических фантазиях «О, Путин нападет, эстонские граждане упорно не хотят России бояться», является, безусловно, непрерывной головной болью местных служб безопасности и политической элиты. Поддержание антироссийской паранойи – это больше, чем чей-то маленький бизнес. С момента возникновения независимой Эстонии на рубеже 1990-х она вообще ни разу не пробовала жить без антироссийской паранойи. Эта паранойя стала одним из главных торговых предложений Эстонии на условном западном рынке, неотъемлемым элементом ее позиционирования. Перестав быть маленькой свободной страной в угрожающей тени империи и став обычным соседом России, Эстония потеряет, по мнению ее политиков, собственное место и роль на карте мира. Поэтому за отсутствием русских орд и эростная битва ведется со спутник Эстонии. Кстати, к нынешнему моменту, кажется, прибалтийская держава сделала уже все, что могла, сохраняя хотя бы видимость пристойности. Поскольку по закону докопаться до сотрудников спутник Эстонии не представлялось возможным, была применена политика неформальной нулевой толерантности. То есть людей вызывали на многозначительные беседы, арендодатели и банки, глядя куда-то в сторону без объяснений один за другим, разрывали отношения. Однако есть проблема. В случае со спутник Эстония, чьи сотрудники работают под трудовым договором СМИА «Россия сегодня», вопрос перед эстонским государством стоит так. Так, в силах ли оно забанить Россию? Нет, людей оно наверняка может еще помурыжить. Особенно если перейдет к откровенному произволу, по примеру Украины. Там аресты журналистов и блокирования российских сетей, как мы помним, оправдывались все последние годы накалом не стройных, но энергичных информационных воплей. Не до свободы слова идет война. Это пропаганда государства-агрессора, души ее и тому подобным. Но такая линия поведения, во-первых, той же Украине не принесла никакой реальной пользы, только политическое крушение предыдущей антироссийской элиты и немного дополнительного международного презрения. Во-вторых, если Эстония начнет преследовать своих граждан за легальные рабочие отношения с Россией, то это вызовет некоторые вопросы даже у Евросоюза, в последнее время довольно активно исправляющего отношения с Российской Федерацией. Кстати, в число неблагонадежных эстонцев, связи которых с Кремлем вызывают подозрения у местных блюстителей государственности, недавно попала президент республики Керсти Калью Лайт. Она хоть и призывает объединяться в борьбе с российской агрессией, но соотечественники боятся, что она сама, вместе с другими европейскими лидерами, тихо собирается в Москву. А происходит это все потому, что забанить Россию и стереть ее со своей карты мира, в том числе информационной, строго говоря, не может никто. Это не удалось в свое время американскому президенту Обаме, порвавшему экономику нашей страны в клочья и международно ее изолировавшему. Действительность внесла коррективы в представление Обамы о своих и США возможностях. Сможет ли Эстония, чье 1,3 миллионное население в последнее время пополняется главным образом русскоязычными эмигрантами с Украины, забанить нашу страну, простирающуюся на 7 тысяч километров к востоку? Вопрос риторический. Ирония состоит в том, что любой стране, и Эстонии в частности, стереть Россию со своей... Извините. Ирония состоит в том, что любой стране, и Эстонии в частности, стереть Россию со своей карты мира, можно лишь изолировавшись от этого самого мира, потому что в противном случае Россия все равно будет проникать в уютную демократию вместе с новой повесткой из всех частей света. Кстати, помимо запрета интернета, эстонцам придется еще и запретить смотреть в сторону Балтийского моря, потому что по его дну неподалеку от эстонских берегов проходит своего рода монументальная российская пропаганда. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Виктор Мараховский. Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается? Продолжение следует. Продолжение следует...